Если n больше единицы, то сумма значений функции Мебиуса, взятая по всем делителям, равна амблю. А если n равно единице, то та же самая сумма равна единице. Вспоминаете? Я могу даже быстрее напомнить, как это делалось. Мы говорили, что если в числе n есть простые множества квадрата, то они все равно неинтересны. То есть можно оставить только в первой степени. Но в квадрате не в большей степени их все можно заменить на первую, потому что все равно, когда вы числяете функцию Мебиуса, то квадраты не учитываются. Правильно? А если у вас число имеет вот такой вид, то вполне понятно, как там все будет устроено. Это фактически будет 1-1 в степне. Вот если так внимательно посмотреть, то это и будет 1-1 в степне. Это, конечно же, может. Замечательно. И в прошлый раз была так называемая первая формула обращения Мебиуса. Вспоминайте? Как она звучала? У нас там были две функции. Одна функция выражалась через другую при помощи такой вот формулы. Помнили? И в таком случае, если это для любого шифра, это верно, то для любого М, Ж от М, это будет сумма чего? Ф от М умножить на функцию Мебиуса от М делить на Д. Было? Было. Теперь давайте быстренько вспомним, а как же примерно это доказывалось? Ну, на самом деле, доказывалось это так. Мы подставляли вот в эту сумму выражение для f, ну и там, где-то сумма, 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 и все получилось. Господа, я сейчас хочу вам объяснить, что вообще это дело было на душе. В общем, совсем объясняю. Помните, у нас была прекрасная девушка, которая написала, как выражается, f от единицы, f от двойки, там, f от восьми, да? Через жежки. Было такое? А потом жежки выразила через левки. Так? Хотите, я ее даже покажу? Так, все вспомнили? Да. А помните, что она сделала для ста? Было такое? Для ста двадцати. Было? Замечательно. А теперь вопрос. А вы понимаете, что вообще-то, вот какое число ей не дашь, она сделает. Согласны? А значит, поймите, пожалуйста, g как-то выражается через все предыдущие. Понятная идея? Слушайте, мы. Если берешь любую функцию g, и через нее расписываешь f, пункта форму, да? Там, f от единицы, это g от единицы. f от двойки, это g от единицы плюс g от двойки. Понятно, да? Там, f от трех, это g от одного плюс g от трех. f от четырех, это g от одного плюс g от двух плюс g от четырех. Ну и так далее. Так вот, если так вот все есть, то можно выразить g через f. Согласны? Отлично. А теперь, внимание, помните ли вы такую замечательную штуку? Если в качестве функции g взять вот такую функцию, которая равна единице, если n единица, ноль, если n больше единицы. Что тогда будет f? f это будет единица для всех чисел. Так? Да. Ну. А значит, вот эти коэффициенты, которые у нас есть, должны обладать замечательным свойством. Что вот если сюда подставляешь единицу, то здесь должен получаться ноль. Если n больше одного, единица, если меньше. Так? Такое-то и есть свойство функционируется. Ну и с другой стороны, если такое свойство есть, если мы знаем, что функция b плюс 1 единица, то по этому свойству автоматически она вся вычисляется. Правильно? Поэтому, ребята, то, что мы в прошлый раз делали, подставляем вот это вот сюда. На самом деле что? Это было просто не нужно. Так? Так. Это было нужно педагогически, потому что полезно вам уметь, в принципе, работать с умами. Но научно это было не нужно. Это было не нужно. Продолжение следует...